Если вы помните более отдалённое прошлое, когда шло противостояние Варшавского договора с Траната, мы тоже очень остро реагировали на создание Евросоюза. Но это была только разговоры, это была только критика. Но мы никаких действий, Советский Союз не предпринимал для нарушения созидания Евросоюза. А наш Евросийский экономический союз создаётся в условиях мощнейшего давления со стороны Запада, попыток любой ценой оторвать страны друг от друга. И вот наглядный пример это Украина, где было сделано всё, чтобы Украина не вошла в Евросийский Союз и на первом этапе даже не вошла в Таможенный Союз. Я вспоминаю, в ноябре 2011 года мы были в Киеве, в составе делегации Совета Федерации, нас принимал президент Янукович, и он нам чётко сказал, в течение года мы будем в Таможенном Союзе. Вот сейчас выборы пройдут, и мы войдём в Таможенный Союз. Ну, увидим, чем всё это закончилось и где оказалась Украина. Поэтому, если кто-то думает, что создание Евросийского экономического союза сразу улучшится жить во всех странах, и все это почувствуют, это заблуждение. Быстро ничего не бывает. Конечно, нужно время. Ведь разрушить только можно за один день, как это было в декабре 1991 года. А созидать намного труднее. Очень много недоверия. Потому что любые интеграционные процессы воспринимаются на Западе, да и во многих странах СНГ, ещё что скрывать, как попытка воссоздать Советский Союз. Поэтому очень у нас ставил вопрос, когда мы обсуждали эту тему на Межпарламентской Ассамблее СНГ, о политической составляющей. Все делегации, которые подписали Евразийский Союз, договор, тогда сказали нет, никакой политической составляющей, никаких национальных политических органов. Наверное, это правильно. Потому что, если вы вспомните опять ту же историю, на примере Евросоюза, там тоже сначала речь шла только об экономике. Но жизнь показала, экономика сама по себе существовать не может. Прошли годы, и страны Евросоюза пришли к тому, что стали создавать Европарламент, стали создавать другие структуры политические, Еврокомиссию. И эта жизнь сама к этому приведёт. Искусственно этот процесс торопить не надо. Второй момент, на который я хотел обратить внимание, это речь идёт, конечно, о финансовой стабильности. Дело в том, что некоторые горячие головы говорили уже о единой валюте, по правообразу евроведения на территории. Я думаю, что очень мудрое решение приняли руководители наших стран, когда сказали, что раньше, 25-го года, даже говорить об этом пока не надо. Потому что мы видим, как мощнейшая экономика Германии, которая стала локомотивом всего сезона евро, и то задыхается, она не может их вытянуть. То в Греции, то в Португалии, то в Испании, то в Италии зашаталась. Поэтому здесь надо сделать очень осторожные шаги. И я думаю, что если у нас появятся успехи, конечно, и наши соседи, страны бывшего, республики бывшего Советского Союза тоже с интересом будут смотреть на этот процесс. Да и его на Украине будут посматривать. Но мне кажется, просто нужно нам набраться терпения и не делать опрометчивых резких шагов. Конечно, будут проблемы. А разве Евросоюза было мало? Сколько было таможенных вопросов у одной страны, у другой? Сколько было споров? Они у нас появятся. Но к этому надо относиться абсолютно спокойно. Надо садиться и договариваться. И, честно говоря, я думаю, что у нас есть преимущество перед Евросоюзом. Потому что мы все-таки это были одна большая страна. Что бы там ни говорили, даже несмотря на то, что поколения сменились, уже другие люди в этих странах, но на таком подсознательном ментальном уровне они все равно знают, что Россия, и они это все-таки когда-то звень одной большой державы. У нас общий язык – это вообще колоссальное преимущество. Нам не надо использовать переводчиков для общения. Поэтому я надеюсь, что тот курс, который предложили президенты трех государств, на сближение, а теперь к ним присоединились президенты Армении, Киргизии, я надеюсь, что это будет Ададжикистан, а там время покажется кто еще. И я надеюсь, что этот курс окажется абсолютно правильным. И несмотря на все трудности, которые нам создаются, несмотря на очередную волну мирового кризиса, которая нас тоже захлестнула, мы все-таки преодолеем эти трудности. Спасибо. 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 Спасибо.